МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дважды. В первый раз от госпитализации горожанин отказался, сославшись на то, что не может бросить автомобиль. Во второй раз, когда боль стала усиливаться, юноша согласился посетить травмпункт, после чего вновь вернулся на место ДТП. До столкновения машины двигались навстречу друг другу. Водитель УАЗа направлялся в сторону центра города, Митсубиши Галант, соответственно, в противоположную. В том, что стал виновником аварии, молодой шофер иномарки не отрицает. Говорит, что после тяжелого трудового дня уснул за рулем, в результате чего и выехал на встречную полосу. Уснул. Здесь видел, что УАЗик, но, блин, по тормозам, тормозного пути даже нет. Хотя тормозил. Водитель отечественного внедорожника рассказал, что как только заметил встречную машину, выехавшую на перерез, стал отчаянно сигналить и сбавлять скорость. Тревожный звук клаксона молодого водителя не разбудил. Однако, благодаря тому, что УАЗ в момент столкновения уже практически не двигался, сила удара получилась не слишком разрушительной. Тест на трезвость оба водителя прошли с нулевым результатом. Тем не менее, садиться за руль шофер Митсубиши Галанта права все равно не имел. Автошколу он никогда не посещал, а ныне разбитый автомобиль позаимствовал у друга. А в два часа ночи на улице Стрельникова перевернулся микроавтобус, в котором ехала компания молодежи. После аварийного кульбита Тойота Ноа замерла на газоне вверх колесами. Однако, никто из ехавших в машине не пострадал. Владельца иномарки автоинспекторы застали рядом с разбитой машиной. Нетрезвый мужчина сразу же заявил, что за рулем не сидел. Друзья, которые еще полчаса назад сидели в кафе, поведали полицейским следующую историю. Поскольку все были пьяны, садиться за руль никто не стал. Молодые люди остановили машину такси, в которой находились два человека. Пассажир за 150 рублей согласился сесть за руль чужой машины и эвакуировать всю компанию до дома. Проехать предстояло не более километра. Прежде чем пустить незнакомца за руль, владелец Тойоты Ноа проверил у него наличие водительского удостоверения. С документами оказалось все в порядке. С улицы Тихоокеанской водителя попросили свернуть на улицу Стрельникова, а после преодолеть еще один крутой поворот в сторону улицы Трехгорной. Именно этот участок для шофера оказался непреодолимым препятствием. Он нас везет, поворот приезжает, он резко руля выруливает, и все, вот они, мы оказались именно вот так вот. Пока все пассажиры микроавтобуса выбирались из салона машины, водитель сбежал. Его имя и фамилию, разумеется, никто не запомнил. Субтитры подогнал «Симон»